Достаточно интересное явление происходит в вопросе того, что произойдет в политическом смысле с Израилем. Но не менее интересен вопрос, что будет с населением этого самого Израиля. Дело в том, что с началом войны 7 октября огромное количество евреев стали покидать страну, территорию оккупированную, палестинскую, и отправляться в разные страны. Соответственно, много начали рассуждать относительно того, куда же они могут двинуться. С одной стороны говорят про Украину, про Крым, кто-то говорит про другие территории. Но здесь есть фундамент для того, чтобы попробовать порассуждать. Интересно, что, например, в Аргентине пришел к власти либертарианец Милей. Так вот, что интересно, судя по всему, он прошел обряд гиюра, то есть воцерковление, что ли, в еврейство. Он присягнул хасидам, хасидскому движению, Шниерсону, посетил его святыню. И даже когда приезжал Зеленский на инаугурацию, его тот подарил ему хануки. То есть вот этот подсвечник, который символизирует хануку. Соответственно, есть такое мнение, что, дескать, часть евреев может перекочевать в Аргентину. Почему в Аргентину? Здесь есть определенная политическая ирония, заключающаяся в том, что Аргентина в свое время была базой национал-социалистов, которые проиграли во Второй мировой войне. И верхушка Райха, верхушка Вермахта, СС, партийные, так сказать, функционеры бежали на территорию Латинской Америки. Парагвай, Ургвай и Аргентина. Здесь же готовят, судя по всему, фундамент для того, чтобы отправиться в Аргентину. Таким образом, чтобы продемонстрировать, что и здесь мы имеем преимущество и символическую власть. Интересный заход. Второй момент связан с тем, что граждане так называемого Израиля скупают в огромном количестве недвижимость на территории Северного Кипра. Страна, которая признана только Турцией. Но очень благоприятная в плане каких-то инвестиционных возможностей приобретения недвижимости, получения гражданства, открытия бизнеса и всего прочего. Собственно, это такая база, которая впоследствии может быть каким-то образом использована определенными силами, которые могут раскачать ситуацию, так как Северный Кипр не признан никем, кроме Турции. Соответственно, тогда можно насытить эту территорию, это государство людьми и объявить о новом государственном устройстве. А ведь сейчас это кажется немножко невменяемой версией. Но кто бы мог представить еще пять лет назад, что все мы сейчас окажемся в той ситуации, в которой мы оказываемся. Оказались. Постъялтинский мир, архитектура международных отношений обвалилась. Соответственно, прежние правила, прежние установки, прежние договоренности не работают. Тем более, что юридические ее основы. И, соответственно, будет учреждение или переучреждение новых государственных устройств. Здесь тоже никто не сможет, что называется, сопротивляться. Ведь есть организация, которая называется Организация Объединенных Наций. Мы знаем отношения ООН и Израиля. Израиль просто-напросто дышит ненавистью по отношению к самой ООН и к ее руководству. Ну и к генсеку Гутерешу. Говорят о том, что ООН это просто-напросто занимается тем, что поддерживает якобы Хамас. Хотя ООН просто-напросто выступает за некий порядок и называет то, что творит Израиль, просто геноцидом. Соответственно, часть израильского истеблишмента может попытаться устанавливать собственные правила. Ну, тот же Северный Кипр. Аргентина. И не обращая внимания на то, что говорит ООН. ООН гарант вот той архитектуры и той конструкции международных отношений, которая сложилась по итогам 45-47 годов. Кстати говоря, предметом пост-ялтинского мира является сам проект Израиль, переселенческий проект. Потому что он возник именно как часть этой новой международной ситуации. Сейчас, как мы видим, эта эпоха уходит и, собственно говоря, сметаются и смываются все ее несущие конструкции, которым является Израиль. Здесь, опять-таки, парадокс, потому что ООН выступал гарантам, с одной стороны, Израиль и создание палестинского государства. Израиль и международное сообщество проигнорировали и игнорируют до сих пор эти решения многочисленные. Мы знаем, что наибольшее количество решений, резолюций по странам ООН принял в отношении именно Палестины, создания палестинского государства. Но с некоторых, как мы видим, как с гуся вода. Поэтому, с одной стороны, Израиль является частью пост-ялтинского мира, коим является ООН. Ему предшествовала, как известно, Лига наций. А с другой стороны, он ее критикует за то, что ООН выступает за создание палестинского государства и критикует Израиль за его действия геноцида, убийство мирных жителей. Короче говоря, подводя итог моему размышлению, мы можем сказать, что израильское политическое руководство, конечно, вынашивает определенные планы, согласно которым они рассматривают возможность перемещения огромного количества массива лиц, которые проживают на палестинской территории сейчас, для того, чтобы создать некий аналог, ну, скажем, эрзаца Израиля, да, недо Израиля. То есть, вот в таком, не только юридическом смысле, но для них и религиозно-символическом. Территорий достаточно много. Иной вопрос, что все это может привести, конечно же, к конфликтности, потому что жители тех территорий, куда они могут в огромном количестве прийти, естественно, будут сопротивляться. Европа, кстати говоря, в этом смысле сейчас закрывает границы, потому что Европа уходит вправо. Соединенные Штаты тоже стоят на пороге гражданской войны, потому что, судя по всем раскладам, Трамп приходит, и Трамп хочет запустить маховик репрессий в отношении своих обидчиков, своих политических оппонентов. Соответственно, там тоже может быть горячая точка. Короче, куда ни кинь, всюду клин.